Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня выступил перед учащимися гимназией имени Евгения Примакова. Со школьниками в таком формате глава МИД пообщался впервые. Ну а затем, по традиции, министр отправился в МГИМО и встретился там со студентами вуза. О чем говорил во время выступления глава МИД, узнаем у нашего специального корреспондента Дарьи Козловой. Дарья, приветствую. Ждем подробностей, какие темы поднимались и что сегодня особенно волнует студентов. Да, здравствуйте. Вначале Сергей Лавров выступил с речью и выступление министра продолжалось всего 10 минут. А после этого все время, больше полутора часов было посвящено общению со студентами. Сергей Лавров ответил на несколько десятков вопросов и волнует начинающих дипломатов. Конечно, сейчас обострение, напряженность в наших отношениях с США. И Сергей Лавров отметил, что изоляция и конфронтация это не наш выбор. Мы сейчас надеемся на возрождение культуры диалога и культуры поиска компромиссов. Что Россия надеется, что здравый смысл позволит нормализовать отношения с ЕС. И что в ближайшее время удастся наладить конструктивный диалог с Вашингтоном. Но здесь, как и в танцах, заявил Лавров, важна взаимность и взаимодействие. Давайте послушаем заявление Сергея Лаврова. Как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой стороной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу. Открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия. Там, где это отвечает российским интересам. И искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной. Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс. Безусловно, Сергей Лавров прокомментировал вчерашние новости о закрытии трех консульских учреждений на территории США. И глава внешнеполитического ведомства отметил, что здесь, очевидно, Вашингтон пытался зацепиться за российскую логику паритета. Но американцы не учли при этом двух важных моментов. Во-первых, Россия, когда объявляла численность наших дипломатов на территории США, то включила в это число наших сотрудников при представительстве при ООН. Это больше ста человек. И эти люди двусторонними отношениями никак не занимаются. То есть Россия изначально сделала очень большую ступку. Во-вторых, действительно, до 2 сентября на территории России действуют три американских генконсульства. А на территории США четыре российских генконсульства. Но такая ситуация сложилась после распада СССР, когда одно из американских генконсульств в Киеве было преобразовано в посольство. И после этого Россия неоднократно предлагала США открыть еще одно генконсульство у нас в стране. На что американцы отвечали, что в этом нет необходимости. И просто им не нужно еще одно четвертое консульство в России. Также Сергей Лавров подчеркнул, что логика санкций и вообще вот этот виток санкционную начался еще до Украины даже. Начался в 2013 году, когда, очевидно, администрация Обама осознала, что они не способны выполнить свои соглашения по сирийскому урегулированию. Потому что, чтобы отделить отряды Жабхата Нусра от так называемой умеренной оппозиции. И санкции это инерция администрации Обамы, как заявил Сергей Лавров. И, конечно, остается надеяться, что нынешняя администрация Трампа сможет эту инерцию преодолеть. Давайте послушаем заявление Сергея Лаврова. Эта вся история с обменом санкционными выпадами, она затеяна была не нами. Затеяна была администрация Обамы, затеяна ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения, не позволить Трампу выйти вот на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями, чтобы максимально затруднить ему выполнение своих предвыборных заявлений о необходимости отношения с Россией нормализовать. Президент Трампа сейчас эти заявления повторяет. Президент Путин неоднократно говорил, что и мы в этом заинтересованы, но должно быть движение встречное, взаимоуважительное. И мы к этому готовы. Задавали, разумеется, Сергею Лаврову и личные вопросы. Так, глава внешнеполитического ведомства сегодня вспомнил свою первую командировку за рубеж. Практически сразу после окончания университета Сергея Лаврова отправили в Коломбо, в столицу Шри-Ланки. И тогда страна только восстанавливалась после гражданской войны. И Сергей Лавров вспомнил, что даже тогда не сразу понял, что въехал в город, въехал в столицу государства. Настолько тогда в плачевном состоянии была Шри-Ланка. Я напомню, именно на изучении этой страны Сергей Лавров специализировался во время обучения в МГИМО и учил глава внешнеполитического ведомства язык тамили, в том числе, наряду с популярными европейскими языками. Сегодня также Сергея Лаврова спросили о кумирах его молодости. И глава ведомства отметил, что ориентировался всегда в дипломатии на опыт Евгения Примаковой. Вот сегодня такое символическое совпадение. Именно сегодня Сергей Лавров принял участие в открытии гимназии имени Евгения Примакова. И на открытии школы министр заявил, что, безусловно, детям и подрастающему поколению есть чему поучиться у этого дипломата. Научиться слышать, научиться работать в команде и при этом мыслить самостоятельно. Присутствовал на открытии гимназии губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Давайте послушаем, что он сказал. Я очень надеюсь, что каждый школьник, каждый маленький гражданин нашей страны будет чувствовать и соблюдать правила и принципы, которые являются очень важными и добрыми в жизни. Конечно, очень важны в нашей жизни учителя. Поэтому мы, строя гимназию, большое внимание последние полгода уделяли педагогическому составу. Гимназия в Одинцовском районе уже подписала соглашение о партнерстве с ведущими вузами страны, с МГУ, МГИМО, Институтом русского языка имени Пушкина. И, возможно, сегодня школьники, которые слышали выступления Андрея Воробьева и Сергея Лаврова, через 10, 11, 12 лет станут студентами ведущих вузов страны и будут уже вновь в здании МГУ или МГИМО слушать лекции от ведущих политиков страны. Дарья, спасибо о выступлении Сергея Лаврова перед школьниками гимназии имени Евгения Примакова и перед студентами МГИМО, рассказала наш специальный корреспондент Дарья Козлова.